Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжим с вами цикл лекций по вредителям сада и следующая наша тема это клещи. Сегодня мы с вами познакомимся с основными клещами, которые присутствуют в саду и то, как с ними бороться. Сегодня насчитывается более 50 тысяч видов клещей. К ним относятся двояк. С одной стороны клещи опасные, вредители, с другой разносчики болезней. Третье — это живые организмы, которые приносят пользу. По своим биологическим особенностям, согласно систематике, их можно объединить несколько семейств, из которых выделено такое надсемейство, как садовых растительноядных клещей, поселяющихся на плодовой и плодовой до ягодных культурах. Они приспособлены к питанию на этих культурах и питаются их соком, соком плодово-ягодных культур и других растений. Среди садовых клещей можно выделить несколько наиболее часто встречающихся видов растительноядных клещей. Это такие, как красный плодовый клещ, боярышниковый клещ, обыкновенный паутинный, бурый плодовый, галовые клещи и плодовая поскотелка. Также могут встречаться и почковые, и смородиновые клещи, но в последнее время заметно начал вредить лжавый четырехновый клещ, известный под названием клещ Слегтиндаля. У каждого вредителя у вида клещей есть отличительные особенности и признаки, с которыми мы познакомимся немного позже. Но давайте рассмотрим основные периоды вредоносности именно клещей. Наиболее опасны все такие клещи и опасные повреждения, наносимые весной. Установлено, что заселенность клещами на лист примерно где-то в конце июля около 20 клещей на один лист. Она менее опасна, чем даже в три или два, даже в меньшее число клещей на листе в период мая, как раз когда происходит в этот период. Здесь даже два-три клеща будет по опасности наносить больший вред, чем те же 20 клещей именно в конце летнего периода. Чем это объясняется? Объясняется тем, что в первом случае повреждения связывают главным образом с накоплением запаса в пищу. Вот как раз летний период это может как раз и влиять на снижение морезостойкости. Косвенным способом влияет на снижение морезостойкости из-за снижения накопления питательных веществ. Во втором случае повреждения наблюдаются в период активного роста и развития растений и следовательно влияют на такие процессы, как рост и формирование плодовых почек и урожая. Кроме того, клещи обычно селятся на нижней стороне листа, делая проколы в растительных тканях и высасывают сок. На верхней стороне листа в местах прокола образуются пятна из отмирающих клеток белого, желтого или бурого цвета. Переходя уже конкретно к каждому виду клещей, можно так сказать, что в определенный период времени не бывает, чтобы был какой-то один клещ. Вы увидите фотографию, которая была сделана в этом году в центральной черноземной зоне. Одним из наших сотрудников видно, что сразу же в один период можно было наблюдать как красный плодовый клещ, как обыкновенные паутины. И вот тут, видите, маленький — это как раз клещ Шлихтиндаля. Давайте перейдем к одному из самых распространенных клещей — это красный плодовый клещ. Этот клещ в последнее время начинает превалировать в садовом агроцинозе. Он, можно так сказать, вытесняет другие основные виды клещей. Красный плодовый клещ практически невозможно увидеть невооруженным глазом. Что он повреждает? Ну, в основном повреждает он семечковые, косточковые плодовые культуры. Кроме того, может повреждать виноградную лозу, грецкий орех, ну и другие культуры. Это и обычные деревья, также может встречаться повреждение в ощеводстве и в полеводстве. Ну и кроме того, он повреждает сорняки. В чем его особенность? В том, что он дает 5-8 поколений ежегодно. Ну, зимуют в стадии яйца в коре растений. Вообще можно разделить клещей на два типа. Те, которые зимуют в стадии яйца, я их буду конкретно касаться, и те, которые зимуют именно в стадии самки, оплодотворенной самки. В чем особенность? В том, что те, которые зимуют в стадии яйца, они начинают вредить на первых этапах развития. Это весенний, начало летнего периода. Те, которые зимуют в стадии самки, начинают вредить уже ближе к летнему периоду. В чем еще особенность? В том, что он не придет паутину, питается соком растений, из-за чего деревья очень скоро теряют часть листьев и отстают расти из витии. Внешнее поражение красным плещом выглядит, как светло-желтые пятна вдоль шилок на листьях, которые затем темнеют, отмирают. Ветви и поврежденные листвой листья плохо подготавливаются к зиме, а у растений не хватает питательных веществ для дифференциации цветочных почек. Ослабевает закладка цветочных почек следующего года и, следовательно, снижается урожай. В садах, где активно размножаются клещи, они могут встречаться и на нижней, но и на лицевой поверхности листьев, а также и на плодах. Кроме того, красный плодовый клещ ухудшает химический состав плодов, это относится к отношению кислот и сахаров. Из-за него возможны потери до 65% урожая яблок. Больше всего он повреждает позднеспелые сорта яблонь, и больше урон наблюдается на них. Если смотреть на оптимальные температуры его выхода и яиц, личинок из яиц, это примерно 10-18 градусов. Но в чем еще особенность? В том, что у него яйца достаточно устойчивы к морозу. Они, можно так сказать, высокой стойкостью к кратковременным понижениям температуры могут выдерживать до минус 35-40 градусов. Естественно, после минус 40 градусов они погибают. Нижний предел, когда могут выходить из яиц личинки, это 7 градусов. Примерно начинается это с фазы яблони, розовый бутон во время цветения. Они переползают к листьям и приступают к питанию. У них очень короткий постэмбриональный период развития. Длится примерно 7-8 дней. Взрослые яйцекладущие самки появляются к концу цветения яблони. Летом самки откладывают яйца, преимущественно на нижнюю сторону листа, вдоль жилок. После появления первого летнего поколения, новые популяции взрослых клещей появляются через 13-15 дней. Если первые были 7-8, то теперь уже 13-15, и уже через 3-4 дня женские особи начинают откладывать яйца. Что приводит к тому, что могут накладываться клеща на поколение. Если смотреть на именно взрослые женские особи, самки, они могут жить до 40 дней и в среднем отложить от 50 до 150 яиц. Достаточно большая плодовитость. Как итог, происходит наложение одной популяции на другую, что снижает эффективность химической защиты. Большую часть жизни клещи питаются и откладывают яйца на нижней стороне листа, почти не образуя паутину, которая бывает заметна при большом скоплении яиц на коре ветвей. С наступлением заморозков и опадением листьев, все подвижные стадии развития клеща погибают. Следующий клещ, о котором я хотел рассказать, это обыкновенный паутинный клещ. В чем его особенность? В первом том, что осенью по мере сокращения дневного освещения и с понижением температуры, самки у паутинного клеща меняют зеленую окраску на красный цвет и мигрируют в места зимовки. Если посмотреть на то, что поражает паутинный клещ, он поражает более чем 200 видов растений. Естественно, так же, как и другие паутинный клещ высасывает питательные вещества из листьев, в которых нарушает фотосинтез, распирацию дыхания. При агрессивной атаке листья высыхают, а в июле и июле даже могут и опадать. Паутинный клещ по сравнению с красным плодовым клещом оставляет легкую паутину на обратной стороне листа. Первые симптомы, видимые симптомы, это белые точки на листьях. Он может давать от 6 до 8 поколений в год. Зимует, если красный плодовый клещ зимует в стадии яйца, то здесь он уже зимует в стадии оплодотворенной самки небольшими колониями по 20-30 особей под сослоившиеся корой стволов на толстых скелетных ветках. На сортах с гладкой корой самки спускаются к основанию ствола и концентрируются среди опавших листьев и травы. Такие колонии располагаются в радиусе не более 20-25 сантиметров от дерева и не плетут густой паутиной в местах зимовки. Женские особи клеща начинают от кладки яиц, когда температура достигает 19 градусов и появляются сначала на сорняках. Каждая самка, если вы помните классный плодовый клещ, от 50 до 150, то здесь она более плодовита, от 70 до 150 яиц может откладывать. На яблони клещ переселяется с появлением молодой листвы. В чем еще особенность? Высокая температура способствует росту популяции данного вида клеща. Конечно, оптимальной температурой для его развития является температура примерно 30-32 градуса. При такой температуре летом цикл развития длится всего примерно 7-10 дней. Это очень короткий период. Часто молодые женские особи паутинного клеща следующего поколения откладывают яйца одновременно со своими материнскими осами. Таким образом происходит накладка друг на друга поколений, что увеличивает их численность и осложняет борьбу с ними. Поэтому против паутинного клеща иногда в период массового развития приходится делать обработки через каждые 7 дней. Скорость развития популяции также зависит, как я уже говорил, от температурной, от цвета, от влажности воздуха. Кроме того, осадки оказывают косвенное воздействие. Так же, как и красный плодовый клещ, паутинный клещ чаще заселяет нижнюю сторону листьев яблони, прокалывая эпидермис и высасывая содержимое. Поврежденные листья постепенно обесцвечиваются и засыхают. Утрата листьев приводит к угнетению дерева и понижению урожайности. Следующий клещ, о котором я хотел бы вам рассказать, это боярщниковый клещ. Один из самых опасных клещей. Но он в последнее время вытесняется красным плодом, обыкновенным паутинным клещом. У него развивается от 6 до 10 поколений. В зависимости от региона, может быть, северные регионы 6 поколений, 10 поколений в южных регионах. Зимует он так же, как и обыкновенный паутинный клещ, в стадии оплодотворенной самки, небольшими колониями под корой и в трещинах стамба. В чем еще основная особенность, в том, что он покрывает лист густой паутиной, под которой живут колонии вредителей. При массовом размножении он может переходить с нижней части на верхнюю сторону листа. Следующий плодовый клещ, это бурый плодовый клещ. Его на деревьях можно очень легко обнаружить. Если посмотреть на лист и заметить рыжие или серые оттенки, то, кроме того, засыхающий почв, это точно паутинный бурый клещ. Он начинает вредить уже ранней весной. И сверху весной, и сверху, и снизу. Особенно чувствительны молодые листья. В чем оно влияет? Это в том, что бурый плодовый клещ, он влияет именно на размер уменьшения листовой пластинки, почти снижая ее в два раза при массовом размножении. Бурый плодовый клещ, можно так сказать, это взрослые насекомые 0,6 миллиметров, один из самых крупных плодовых клещей, которые встречаются на яблоне. Он высасывает сок из почек и из листьев, из-за чего они листья приобретают такой рыжеватый или грязно-серый оттенок, засыхают и опадают. Кроме того, при линьке тоже можно увидеть определенный след. Это в местах линьки серебристые следы именно от шкурок клеща. Развивается уже здесь до шести поколений. Зимует он в стадии яйца на коре ветвей, а также под отстающей корой на штамбах. От рождения личинок совпадает с началом распускания плодовых почек. Это примерно период ранней весной. Клещи сосредоточены в основном в нижней и средней частях кроны деревьев. Они предпочитают слабо опушенную верхнюю поверхность листьев, но переходят на нижнюю во время дождя. Характерной особенностью этого вредителя клеща является отсутствие паутины, так же, как и у красного плодового, на листьях, поврежденных клещом. Следующий клещ – это почковый клещ, которым я хотел бы рассказать. Это тоже один из самых опасных клещей. В чем его опасность? В том, что он уничтожает молодые побеги. Больная почка не может расти и либо не дает побегов, либо дает больные побеги. Главный признак поражения этим насекомым – это деформированные почки большого размера. Следующий клещ, о котором я хотел бы остановиться – это клещ шлифтиндаля. В сравнении с другими клещами вы видите, что это самый маленький клещ. Кроме того, это также один из в последнее время сильно развивающихся клещей. Он из семейства галловых четырехногих клещей. Конечно, менее распространен в южной части нашей страны, но в центральной черноземье он же встречается почти повсеместно. Их появление клеща шлифтиндаля в насаждениях заметить достаточно сложно. Симптомы поражения становятся видны только когда численность вредителя доходит до 40-50 экземпляров на лист и выше. Самки этого вида клещей очень плодовиты. Вы видите, какие поражения могут быть от клеща шлифтиндаля визуальные при большом количестве экземпляров на лист. Кроме того, если я рассказывал вам в предыдущих вариантах, что клещи кларосные плодовые и другие клещи могут окладывать до 150, самки до 150 из-за жизни, то здесь за всю свою жизнь самка может отложить до 2 миллионов яиц. Из-за активного питания насекомых клеща шлифтиндаля прекращаются процессы фотосинтеза, листья опадают. Сильно поврежденные растения подвержены иссушению, отстают в росте, рано закладывают верхушечную почку. В возрастных насаждениях активная жизнедеятельность вредителя проявляется побурением чашечки плода, мелкоплодностью и ранним осыпанием листьев. Что следующее я хотел бы вам рассказать, это то, что рассказать именно о цикле развития и размножения клещей. В процессе своего развития, почему я хотел бы вам рассказать об этом? В том, что важно знать, какие циклы происходят именно в процессе развития клещей, потому что многие продукты действуют на разные стадии развития. Так, клещи проходят такие стадии развития, это как яйцо, это предличинка, личинка, нимфы, протонимфы, дейтонимфы и имага. В чем особенность в том, что у нас очень мало, очень мало именно продуктов, которые обладают авицидным действием. В основном все действуют клещи, это контактные клещи, которые действуют именно на питающейся стадии развития именно клеща. Если посмотреть на временные периоды, как долго проходят временные периоды. Ну, в том, что особенность яиц, клеща, это то, что они могут сохранять свою жизнеспособность до 5 лет именно в растении. Когда личинка отрождается из яиц, на третьи сутки примерно на третьи сутки она отрождается из яиц, то жизнь личинки составляет всего 1 сутки. Через сутки она переходит уже в протонимфу, дальше дейтонимфу. Нимфы, именно обе эти стадии, они развиваются примерно в течение 4 суток и перерождаются в взрослую особь, отличающуюся половым деморфизмом. Самки, они обычно крупнее, чем самцы. Каждая стадия развития клеща сопровождается линкой. Это особенно тоже хорошо знать, потому что есть разные препараты по разным механизмам действия. Плодовитость клещей, она очень высокая. Вы это все видели, когда я рассказывал раньше. А маленький цикл развития способствует его быстрому размножению. Поэтому такое большое количество отложенных яиц, короткий период развития между поколениями, именно дает ему быстрое размножение и быстрое нарастание численности. Приостановка размножения происходит только в холодную зимнюю погоду. И с наступлением весны возобновляется, и без перерывов продолжается она до следующих похолоданий. Для эффективной, можно так сказать, антирезистентной стратегии борьбы, антирезистентной стратегии борьбы именно с клещами, необходимо соблюдать определенные последовательности чередования продуктов с разными механизмами действия. Какая правильная последовательность применения корицидов в течение сезона? Ну, в первую очередь, необходимость применения корицидов часто располагается в определенных окнах, блоках применения. Применение, что важно для клещей, то вот этот вот именно период, блок применения, считается между поколениями, он составляет до 15 дней. До 15 дней. До 15 дней. До 15 дней. И часто определяется стадия развития культуры и биологии вредителей. Но в основном это до 15 дней. В каждом блоке применения, возможно, несколько опрыскиваний. Вот этот вот блок 15 дней. Можно использовать одно, два, до трех опрыскиваний, в зависимости от нарастающей численности. Но важно обеспечить, чтобы по одному поколению применялся один механизм действия. Можно так сказать, что каждое поколение обрабатывалось соединением из разных механизмов действия. В каждом блоке должен быть определенный механизм действия. Современные корициды действуют на разные стадии. Можно так их разделить на три основные механизма действия. Это в первую очередь действия на нервные и мышечные окончания. Это если посмотреть на перитроиды, на механизмы класса группы и рак. Это первая, вторая, третья, шестая, девятнадцатая, тридцать вторая. Они в основном действуют на нервные и мышечные окончания. Первая группа это ингибиторы ацетиленхолины стеразы. К нему, что в большей части относятся, это метамил, перимефосметил. Следующая группа три, это перитроиды, бифентрин из этого класса. Шестая группа это группа авермектинов. Абимектин сходит в нее. И если смотреть на другие, то следующая группа это именно метахондриальное дыхание. В чем особенность? В том, что в процессе метахондриального дыхания вырабатывается АТФ, который питает энергией все жизненно важные клеточные процессы. Некоторые корициды нарушают дыхание метахондрии путем их ингибирования. Сюда относятся продукты из группы 12 по ираку. Это пропоргид группы 20, это бифенозат 21 группы, ингибиторы переноса метахондриального динята. Это фенозахин, перидобен, тебуфенпират. Такие продукты. И следующая группа это регуляторы роста, так называемые регуляторы роста насекомых и клещей. Они действуют именно имитируя гормоны роста, непосредственно влияя на образование кутикулы или биосинтез липидов. А корициды, действующие на эту систему, обычно действуют медленно. Медленнее по сравнению с другими. Сюда относятся продукты 10 группы. Это ингибиторы роста клещей, можно так сказать, клофентезин и гекситиазокс. 23 группы хорошо известные. Это ингибиторы ацетил, коа, карбоксилазы. Это спирадиклофен и спирамизифен. В чем особенность того, что необходимо чередовать каждый этот тип по очереди. Не использовать по каждому отдельному поколению именно оба этих действующих существа. Допустим, период 15 дней используем один класс. Допустим, абимектины в период 15 дней. С последующего поколения уже выбираем другой класс. И так далее, и так далее. В последние годы наблюдается массовое размножение вредителя в насаждениях яблони. Чистосненность его намного превышает ТПВ. Выросло количество генераций. Эти вспышки способны как погодные условия, особенно жаркая погода, а также возобновление многократных обработок яблоньих насаждений. Ну, кроме того, еще главная проблема регулирования чисто на выработанность у них устойчивости. Поэтому, чтобы не было резистентности, нужно правильно чередование действующих существ. Но также на эффективность влияет и качество обработки. В чем его особенность? Я уже говорил, что клещи именно находятся на нижней стороне листа. И поэтому нужно правильно обрабатывать, нужно правильно настраивать технику, чтобы была обработка именно с каждой стороны листа. Нужно соблюдать скорость движения, нужно выбирать правильный расход рабочей жидкости, давление выпуска, ну и кроме того, настраивать под каждую культуру. Если определенные клещи находятся в средней и нижней части, и верхней части, то нужно правильно распределять так, чтобы весь распыл шел именно по всей поверхности и захватывал как верхнюю, так и нижнюю часть листа. Потому что если будем обрабатывать только верхнюю сторону листа, мы можем не обработать там, где реально находится клещ, и не проявится эффективность. Настраивая опрыскиватель так, обработая нижнюю и верхнюю сторону листа, мы полностью контролируем именно клеща на растении. Это также влияет и на те продукты, которые мы применяем. Если посмотреть на систему чередования, которую вам рассказал Максим, то можно посмотреть, работая до цветения амплига, здесь у нас первая группа, это перитроиды в него содержатся, мы уже начинаем контролировать клещей. Дальше работаем лируми. Что важно, как я и говорил по ИРАК, период применения должен совпадать 15 дней, в окно 15 дней. Используя рекомендацию применения лирума, каждую обработку через максимум 10 дней, мы попадаем в окно популяции. Дальше, работая Proclaim Fit, мы продолжаем контролировать за счет лифенурона, за счет другого действующего. Такая система позволит нам эффективно побороться именно с самой опасной вредоносной стадии. Я уже говорил, что наибольшая вредоносность проявляется именно в весенний период, когда даже порог экономической вредоносности составляет 0,2-0,5 клещей на один лист. В этот период мы, составляя правильную систему, убираем основных клещей, снижаем их плодовитость в последующем. И уже в будущем, применяя корициды других классов, мы сможем хорошо контролировать основных вредителей в саду. Это все, что я вам хотел сегодня рассказать о защите сада от клещей. Если у вас будут вопросы, вы всегда можете обратиться к нам, и мы подскажем вам верные решения. Благодарю за внимание. Продолжение следует...